Пророчества небес сошлись к удаче. Смотри, как ярко светит нам звезда, А день ушедший ничего не значит, А с ушим кубок пенистый до дна. Престол судьбы готовит провидение, О вечной славе звёзды говорят, Ведь за морями ни одно сражение Выигрывал с триумфом наш отряд. Ещё вчера, обрушив ярость псовью, Высокие крушили города, И кровь врага мешалась нашей кровью И уходила в землю навсегда. А мы уйдём в бессмертие, как герои, Дорога нам на всех одна дана, И озарят пожары павшей трои На звёздном небе наши имена. Кто тогда? Дима? Я бы покритиковал это стихотворение. Давай. Ведь за морями ни одно сражение Выигрывал с триумфом наш отряд. Это звучит как-то по-пионерски, А не по-древнегречески. И вообще это противоречит истории, Потому что вот то войско было собрано Постуще, это не было каким-то отрядом, Типа там ЧВК Вагна, Которая воевала в разных местах. И третий Катрин, на мой взгляд, Неудачный. Тут переход в прошедшее время, Всё в будущем, а тут прошедшее. И тут попытка противопоставления, Значит, как бы, А вот была война, А к чему это противопоставляет? Что, а сегодня вот мир, Было логично, А то и вчера была война, И завтра будет. То есть не получилось противопоставления. И последнее, Обрушив Яроспсовью, Тут должно быть, Обрушив на что-то, А вот на тот нету. Поэтому как бы, Обрушив вот стену, да, Например. То есть не казни правильное Употребление слова обрушив, Потому что нету нам. Кто отвечает? Да, пожалуйста. Я, Что-то присоединяюсь к предыдущему, Что-то, Рита, Вот дело в том, Что у меня, Ну, очень сильное стихотворение Задело в смысловом отношении. Дело в том, Что я из Украины, И вот у меня возникает, Вообще-то, Определенная ассоциация. И здесь, С одной стороны, Некое, Действительно, Нарушение, Ну, Это, В принципе, Право каждого автора, Нарушение, В принципе, Традиционных пониманий Мифологии. И вот, Идет вот, У меня сразу, Вот там внутренний протест. На основании чего? Вот трое, Собственно, Пришли, Разрушили, В общем-то, Нормальный город, Погибли, В общем-то, Ими замечательные люди. И вот это вот то, Что озарят пожары, Павшие трое на звездном небе, Наши имена. Ну, В общем, Здесь вопрос, Несколько сложнее. То есть, Что задевает стихотворение? Какие, В общем-то, Уровни подсознания Оно задевает? У меня вот задело Вот болезненно. То есть, Я не говорю о ритме Не знаю, Не знаю, Умею ли я право Критиковать так. Надеюсь, Никого не обижен. Мне кажется, Что это стихотворение Нужно немножечко Отчистить От пафоса И крише. Здесь есть Некоторые фразы, От которых Нужно, Как говорил Андрей, Именно уходить, Потому что Это было много раз Использовано Совместно. Слова, Допустим, Вечная слава, Они практически Всегда идут вместе. Или На звездном небе Наши имена Здесь, Можно сказать, Вся четверка Вместе идет. С одной стороны, В общем-то, Пафос подходит Под стиль. Это стихотворение Имеет свой стиль Определенный. И, возможно, Это мое субъективное Нимение. Я очень люблю Пафос. Но я бы его Немножко отчистила Имена от пафоса. Я согласен. Во-первых, Звезда Во второй строчке И до дна. Это не рифма. Во-вторых, Непонятно. Осушим Кубок Перестает До дна. Кто Осушивает А потом Мы уйдем Без смерти Как герои. То есть Непонятно От лица Живых Или мертвых. Это Меня как-то Царапило. И согласно Двое предыдущие Ораторам. Так. Ну, Конечно, Значит, Ну, Во-первых, Нужно быть крайне Осторожным, Когда Пишешь На Исторические Темы Известные Исторические Темы И так далее. Потому что Про это Столько уже Написано. Эта тема Настолько Использована. Это должно быть Очень оправдано. Почему Об этом пишут. Второе, С моей точки зрения Я не говорю, Что Это стихотворение Совершенно Не состоялось. С моей точки зрения Ему нужно Отложить, Сильно Переделать И, Как говорили Как говорил Один мой Основной Учитель В американской Поэзии Каннибализировать Для другого Стихотворения Использовать Какие-то Вещи. Опять же, Я не говорю, Что нельзя Использовать Привычные Привычные Слова И образ Но они Должны Быть Крайне Оправданы Потому Что Это Очень Опасный Путь Потому Что Тут Напихано Пророчество Небес И кубок Пенистый Престол Судьбы Вечная Слава Просто Каждая Строчка Известная Слова Опять же Это Должно Быть Сильно Оправданно Вот Поэтому Это Мой Совет Ну Я не знаю Опять же Это Желание Автора Обнародовать Себя Или Нет Это Не важно Абсолютно Мы Это Делаем Для Взаимного Удовольствия Здесь Как бы Крайне Благожелательного И благоприятного Правда Саша Благожелательного То Желает То Желает Идем Дальше Хорошо